Привет! Джулия Тимнова, четвёртый год, уже учится в Англии. Потому что, как все знают в России, это не очень популярно. Когда ты приезжаешь в Англию, здесь всё совсем по-другому. И тебя школа перепрофориентирует? Очень плохо на шестой форме. А уже было поздно? Уже было поздно. Сами дети считают, что они великолепно говорят на английском языке. Это всегда ошибка. Ой, да, точно дал толчок, потому что у меня были проблемы с английским языком с самого начала. Прошло 4 года. Просто friendly advice. Вообще, вот этот long walk, это дорога прогулочная. Это правда, это настоящая, самая настоящая правда. Привет, друзья! Место расположения Виндзор, 25 минут от Лондона. Где-то примерно 15 минут ходьбы от офиса компании Мариаде. Хочу вас сегодня познакомить с нашей подопечной Джулией. Привет! Джулия Темнова. Четвёртый год, уже учится в Англии. Начинала сначала с международной школы Милхилл. Подготовительный курс. Да. One year GCSE, потом два года A-level, Advanced Level. И сейчас первый год. Я учусь в Trinity Conservatory of Music and Dance. Вот так, непросто, да, звучит? И учишься на кого? Я учусь на композитора. На композитора. Представляете? Не встречаешься часто композиторов в Англии, будущих композиторов. И вот Юля приехала к нам в гости в офис. Как я уже сказал, от Лондона мы недалеко. Она базируется сейчас в Лондоне. И вот согласилась погулять немножко. Мы находимся... Вот посмотрите, это, кстати, камера 360. Можно её крутить пальцем. Или мышка у себя на компьютере. У нас за спиной Виндзоровский замок. Он далеко уже, а перед нами памятник Джорджу. Какому второму? Третьему, третьему. Да, третьему Джорджу, королю 18 века. Вообще вот этот Лондонок, эта дорога прогулочная, она почти 3 мили длиной. Это где-то 4 с лишним километра. Ну, плюс-минус, так сказать. Сегодня мы по ней гуляем, сейчас пообщаемся. Нам Юля расскажет о своём опыте обучения в Англии. Окей? Да. Окей. Ну, с чего начнём? У меня вопрос к тебе следующего характера. Многие приезжают, дети поступают в английские школы, приезжают в 15, 16, 17 лет. И перед ними встаёт вопрос, на какую программу поступать. Потому что в 16 лет английские дети уже начинают шестую форму. A-level, да, правильно. Я что-то говорю, говорю, ты меня перебивай давай. Нет, всё правильно, пока всё правильно, да. Расскажи, что такое шестая форма, чтобы все понимали. Шестая форма – это как в России последние 11 и 10 классы. То есть это последняя школа, последние годы обучения, когда ребёнок уже выпускается. И идёт в свет, идёт в университет или куда-то работать. Получает полное среднее британское образование. Ну, есть у шестой формы и у старших английских классов свои особенности, нет обязательных предметов. Да, есть только три предмета обязательных. Ты можешь взять четвёртый или пятый. Ну, обязательных имеется в виду то, что ты будешь сдавать по ним экзамены, но ты можешь их сам выбрать в любой комбинации. Какую хочешь, любые предметы, но только с ними ты будешь уже поступать в университеты, поэтому нужно выбирать очень аккуратно. А что ты выбрала? У меня была музыка, музыкотехнологии и русский язык. Нет, знаете, что интересно? То, что когда приехала Юля в Англию, она хотела стать программисткой. Было дело? Да, было, было. Было дело. Хотела, представляете, стать программисткой, но при этом закончила в Москве. Что ты закончишь? Консервитовый. Я музыкальную школу закончила в Москве. Да, мои родители очень хотели всегда, чтобы я играла на фортепиано, поэтому с четырёх лет я начала заниматься. А программисткой стать чья была идея? Тоже моя, но больше папина. Папина, так. Да. И мне нравился и компьютер, и музыка, но я никогда не думала до Англии, что я свяжу свою жизнь с музыкой. Потому что, как все знают в России, это не очень популярно. И тебя школа перепрофориентировала? Ну, можно сказать и школа, можно сказать и сама я себя перепрофориентировала, потому что, когда ты приезжаешь в Англию, здесь всё совсем по-другому. Ты видишь, что здесь полностью открыты возможности, и ты понимаешь, что тебе не нужно думать только о физике, о химии, как стать программистом. Ты можешь идти даже в арт. Вот я выбрала арт, в конце концов. Понятно. И вот твой подготовительный год, он дал тебе толчок? Ой, да, точно дал толчок, потому что у меня были проблемы с английским языком. Очень мягкая бет, очень белый, white бельё, beautiful cover. С самого начала. И когда я приехала, мне даже было очень сложно, ну, быть вот на этом IGCC course, это год перед тем, как поступать в самые последние два класса, в шестую форму. И мне было очень сложно первые два месяца, что очень плохо на шестой форме, потому что шестая форма, последние два года, ты уже должен быть сфокусирован. И фокусировать всё внимание на работе. Это слово «фокусировать» с твоим акцентом, и я бы его избегал. Полностью. Это вот как раз-таки та ступень, когда нужно уже думать о оценках, правильно? Да, когда ты точно думаешь. Потому что по результатам, чтобы вы понимали, по результатам окончания этих двух лет обучения в английской школе, уже поступаешь в университет. Вступительных экзаменов же нет? Нет. Нет, окей. Требовательный очень в академическом плане этот уровень двухгодичной программы. И если поступать без предварительной подготовки, ну, потом можно сильно об этом пожалеть. Правда, да. Я полностью согласна. Ты можешь какие-то примеры из своей школьной жизни, ну, на примерах других ребят сказать то, что было бы неплохо кому-то? Да. Без имён, без имён. Были такие случаи, да? Были случаи. Была одна девочка, которая поступила сразу же в шестую форму. И получилось так, что она выбрала не те предметы. Потому что пока она обучалась месяц-два, она поняла, что ей это не нравится, ей это сложно, она хотела поменять предметы. А уже было поздно? Уже было поздно. Поэтому перед ней стоял выбор, поменять предметы и пытать всё нагнать заново, с самого начала, или продолжать со своими предметами, или, вероятно, поступить не туда, куда хочешь. Понятно. То есть это не только подготовка с точки зрения английского языка, предметных знаний, вернее, предметной даже терминологии, но также и с правильным выбором. Да, да. Ты никогда не знаешь, что тебе действительно понравится, потому что я с уверенностью шла... На программисты. На программисты. Даже один год, пока я была в Англии, я всё ещё должна была быть программистом. Потом всё изменилось. Поэтому очень важно уже быть уверенным со своей профессией. Академический английский язык не только разговорный, потому что многие считают, когда обращаются, например, к нам за консультацией, то, что их дети или сами дети считают, что они великолепно говорят на английском языке. Это всегда ошибка. Большая ошибка. Потому что даже я считала, что я прекрасно говорю на разговорном языке, а я ездила и в лагеря английский, и жила в семье английской с пяти детьми, но мне всё равно было сложно первый год. Можно я попробовать его, нет? Ой, попробуй его. Извините, мой английский так плохо. И только сейчас я чувствую, что действительно, да, уже намного легче. Прошло 4 года. Поэтому не вводите себя в заблуждение, если вдруг ваши дети хорошо излагают свои мысли, скажем, в каких-то во время туристических поездок в Турцию, общаются с турками на местном турецком базаре. Короче, you are best of the best. How you do it, I don't know. But is it amazing, really? И это ещё не значит, что они будут успешно учиться, сидя за одной партой с английскими детьми. Да, да. Правда? Ни в коем случае мы вас не отговариваем сейчас от поступления сразу на шестую форму, если вашему ребёнку или вам уже 16 лет просто friendly advice. Правда? Да, да, да. Friendly advice от себя. От себя. А английский ключ ко всему, я считаю. Да. Согласна? Нет, это правда. Это настоящая, самая настоящая правда. Многое, что хочется обсудить с Юлей, тем на самом деле очень много. Но не хочется делать видео затянутым. Поэтому будем делать нарезки. Этот выпуск мы подводим к концу. В принципе, логическому к концу. Нет? Логичному. Потому что тему мы обсудили. Какое резюме? Резюме то, что нужно при возможности проходить предварительную подготовку перед поступлением на шестую форму. Верно? Верно. Ок. Остальные видео вы найдете по ссылкам в подписи к этому видео. Всего вам доброго. Пока. Пока. Подписывайтесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok